Девушки отдыхают Если он научится управлять своим вниманием, своим сознанием То и познает, как устроено, допустим, все Как устроен сам человек Как устроено его внимание Как устроено все вокруг То каждый человек, обращая на себя внимание, может Александр утверждает, что в этом случае Когда человек работает над собой Составляет вот этот список элементов То, что человек, что его первое лезет в голову Значит, что его раздражает То и именно человеку нужно познать И идти лицом к лицу Вот к этим раздражителям Либо к каким-то страхам в жизни Человек, он, конечно, может Если он работает над собой То создать вот этот список элементов На что крадется его внимание Что он чувствует Что его раздражает Что его волнует Он реально На что его вообще крадется внимание Этот список составляет И это есть его путь развития Когда вот он лезом к лицу Сталкивается с этими проблемами И решает их И получается, что если человек В интернете крадется его там внимание Допустим, на какую-то передачу Дом-2 возьмем пример И его там раздражает Что-то, да В этой передаче То человеку нужно познать А что именно его раздражает Возможно, люди Причина люди Он не понимает этих людей Или же, возможно, это Просто ему нужно пообщаться Вот с этими людьми Которые смотрят такую же передачу Понять это нужно Понять, принять Познать Вот так вот говорит Александр Если крадут внимание велосипеды То нужно, значит, до такой степени Всю эту тему познать Чтобы вот уже Это не крало вниманию человека Чтобы он, как говорится Наелся вот этим, да, уже И его это уже не провоцировало в жизни Потому что если человек Что-то не понимает, да И его это раздражает То значит, что он Психика в этом Его слаба Не прокачана И человеку Человек не обретает свободу Это вот и есть Психологический блок В человеке А когда человек вот проникается этим Познает, то он освобождает себя От этих всех блоков Вот куча примеров таких, да Вот бытовых из жизни Допустим, вот у кого-то Нагадила собака под окном, да И вот кто-то же обратит внимание на это А кто-то просто даже не заметит Он просто пройдет, да И вот эта вот степень важности Да, вот на что обращает внимание Свой человек По степени важности И определяет уровень развития человека Я, допустим, могу пойти по улице Не заметить там много чего, да Потому что мой фокус внимания Например, направлен на боли Лучше настроены на позитив, да А на негатив я, допустим, не замечаю И вот это вот Александр Аспект делает, да Что вот каждому человеку нужно Обращать внимание На что фокус внимания направленный Когда вы выходите из дома На улицу, на людей каких Вот, и из этого все составляется Вот элементы именно, вот Что, на что у вас оградется внимание И по степени важности Что для вас, вот Что вас провоцирует И это такой вот первый этап На который должен обратить внимание человек, да Это вот элементы А когда уже, вот Почему уже, да, провоцируется у человека Внимание на все Это вот такие вот, которые крутятся Больше всего в социальном мире Бытом очень сильно загружены И их внимание провоцируется Вот, ну, малейшим Возьмет человек, вот, да Оденет какую-то даже рубашку А ему уже не понравилась эта рубашка Допустим, там расцветка Или фасон И он уже хи-хи-хи Уже хихикает И все А тот человек уже тоже, да Ему не понравилось, что, допустим Не доволен его рубашкой Его там друг или знакомый И вот такие вот мелочи, да Вот они не должны вообще Вот, красть внимание у человека И провоцироваться вот Наше внимание такими мелочами Одеждой Людей никак не должно Второй этап Когда человек начинает вот Работать и очищать свое внимание Абстрагироваться от общества И есть очень хорошая вот техника У Александра очень простая Не супер там Не сверхъестественная Она как раз вот Сидеть в туалете можно Или в комнате Но если вы в комнате один В квартире И вам никто не мешает, да То можно в квартире А если вы вместе там с семьей То лучше уединиться где-то Найти место Чтобы вам никто не помешал И сидеть в темноте Без телефона Целый час Вот просто сидеть С закрытыми глазами Час Сколько сможете вы сидеть? Час-два И посмотрите Что будет происходить с вами Там все Вся грязь сразу начинает лезть Там и все Все раздражение лезет И Ну вот я сама лично делала Эту технику Очень Очень классная техника Помогает Психику вообще восстанавливает Очень замечательно Потому что вот все конфликты у людей Это вот из растраченного внимания его Из рассеянного Да Вот на всякие вот такие мелочевки Там на интернет На быты И все И когда человек запирается вот так вот в туалете И сидит наедине в тишине Не двигаясь Час или два Сразу начинает с ним происходить Вот эта вот психика его перестраивается Все его загоны Вот эти вот Которые внутри его головы Мусор этот Да В голове Начинает все выходить В этот момент внимание Расширяется Освобождается И у человека Вот просто происходит Такая мощная перезагрузка в голове Что просто У него там начинает И воспоминания из детства всплывать И вообще Вот все Что его Кралось внимание На что вот оно все Лезет изнутри В этот момент Вот такое вот Начинает происходить с человеком В момент этой техники Которые вот этот вот Можно так сказать С этими всеми привязками К социуму И в этот момент Он может заметить Насколько вот он неосознан Насколько он зависим человек И вот Насколько вот это вот Вот его внимание Засорено И провоцируется Вот тем Иллюзорным Фактом Такое обычно происходит С людьми конечно Низкого уровня развития Потому что Они жертвуют Даже вот этой Своей семьей Там Дружбой Настоящей Потому что Вот Буквально Провоцируется Их внимание Вот такими мелочами Как я привела Пример Это вот Внешний вид Или еще что-то Там Да И Там собака Соседа Нагадила И они вот Конфликтуют И цапаются Из-за этого А причина всему Это вот Внимание Потому что Человек Если бы он Умел работать Над своим вниманием И контролировать Это все Он бы уже Не провоцировался На такие вещи И когда Человек Будет делать Выполнять Вот такую технику День через день Или хотя бы Раз в неделю Первое Он научится Контролировать Свое внимание Второе Он будет уже Более Со свободным Вниманием Да И будет Замечать Во-первых Все вот эти Элементы Которые Его провоцируют И он уже Так не будет Вестись на этой И раздражаться На все эти Мелочи Человек Научится Быть со Свободным Вниманием Выполняя Эту Супер Технику Очень элементарно Простую Но Очень Эффективную И Быть Собранным Человеком Потому что Допустим Это дает Усидчивость А вот Активные Люди Которые Как раз Быту Крутятся Они Очень Неусидчивые И если Их посадить В комнату На 5 часов Они Не высадят Просто Это время Они будут Метаться Искать Чтобы Чем-то Им Заняться Как в условиях Пандемии У нас Многие Уже С ума Сходили Сколько Передач Проходит В Петербурге На первом месте По психическим Расстройствам После этого Пандемии Когда дома Люди Посидели Вот А эта Техника Вот Как раз Помогает Собрать Все свое Внимание В одну Точку Быть Сконцентрированным И Естественно Это же В жизни Большие Одни Плюсы Человеку Ведь Вот Творческие Личности Они же Вот сидят На одном месте Могут Хоть сколько Часов Сидеть Рисовать Эту картину А активный Человек Он конечно Пойдет Его Посади Картину Писать Он пойдет Чай Пить Выйдет 350 раз В туалет То поговорить По телефону Но только Будет все Отодвигать Это И растягивать И не делать То что Вот поставленная Какая задача Написать Картину Если я Была бы На месте Вот такого Активного Человека То Я бы По два часа Целый месяц Сидела бы И выполняла Эту технику И при этом Через месяц Стало бы В пять раз Сильнее Мое Внимание Расширилось Еще больше И Возможности Вот психика Она расширяется В это время Вот что-то Разрешить В своей жизни В тысячу Раз больше Вот такая Чудесная Техника И чтобы Вот так Внимание Вот Не зашкаливало Нужно Быть максимально Собранным И выполнять Вот такие Вот техники Тогда Человека Не будет Ничего Провоцировать В жизни Никакая Мелочевка Человек Начнет Замечать Что у него Сумасшедшая Память Начинает Активироваться И Он Воспринимает Информацию Уже Всю Которая Ему Не воспринималось Ранее Потом Он Осознанно Начинает Смотреть На все Со стороны И Вообще Осознанно Становится Во всех Своих Действиях Вот После Выполнения Всего Лишь Такой Вот Простой Техники И Получается Что Человек Выполняя Вот эту Технику Он Как будто Был Спал До этого Времени А тут Опа И Проснулся И Трезво Так Вот На все Становится Смотрит Все Как бы Взгляд Со стороны Или С высока Или Со стороны Можно Сказать Так И Для чего Вообще Это Нужно Да Вот Это Нужно Во-первых Для самого Человека Это Познать Потому Что Чтобы Добровольно К этому Приходить С Активного Ритма Переходить Вот На Такой Медленный Ритм Жизни Потому Что Чтобы Система Не Создавала Человеку Потом Вот ЧП В жизни Чтобы Он Пришел К этому Вот Чтобы Он Собрал Своё Внимание На себе Из-за Какого-то ЧП Или Или Он Добровольно Добровольно Это Делает В технике Система Это Видит Да Что Человек Работает Над Собой Или Она Будет Создавать Ему Вот Эти Обстоятельства В жизни Или Вот Человек Он Не Может Собрать Все Элементы Да Это Третий Этап Когда Он Не Разбирается Во всех Причинах И Следствиях То Нужно Найти Такого Человека Который Поможет Это Ему Сделать И Перечислить Все Его Элементы На Что Крадется У него Внимание Допустим Если Человек Такие Люди Да Вот Как Александр Он Может Спокойно Перечислить Да Вот Человеку Там Из мира Опять Все Что О чем Он Думает О чем Он Там Мыслит Какие Люди Его Окружают И Может Искусственно Создать Вот Человеку Просто Даже ЧП Для того Чтобы Он Раскрылся Через Это ЧП Ну Или Какое То Вот Для него Событие Которое Его Продвинет На Уровень Выше И Вот Чтобы Для Чего Это Делается Это Опять Делается Для Самого Человека Для Его Блага И Чтобы Это Вот Знаете Как Вот Предохранитель Вот Этот Есть Да В Человеке Чтобы Там Что-то Щелкнуло Раз Перещелкнулось И Как Лампочки Чтоб Не Перегорели А В нем Вот Эта Лампочка Чтоб Еще Больше Загорелось И Все И Для Человека Открывается Новый Уровень Новый Мир Вот Так Вот Это Работает Благодарю Всех За Внимание